С 1 июля граждане смогут оформить свою старую недвижимость в собственность в упрощенном порядке. Как изменятся выписки из ИГРН? Эти два новшества разберем в этом видеообзоре детально. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, с 1 июля граждане смогут оформить свою старую недвижимость в собственность в упрощенном порядке. Изначально эти меры планировалось ввести с сентября, но буквально на днях Госдума приняла решение перенести дату начала их действия на 1 июля. Итак, уже в следующем месяце гражданам предоставят дополнительные возможности оформить их старые объекты недвижимости в собственность. Первое. Свой дом и государственный земельный участок, на котором он расположен, при условии, что дом находится на территории населенного пункта, был построен до 14 мая 1998 года и используется гражданином для постоянного проживания. Второе. Земельный участок, который гражданин получил до 30 октября 2001 года, направил по жизненаследуемому владению или постоянного бессрочного пользования. С 1 июля эти участки признаются предоставленными на праве собственности. Третье. Земельный участок, на котором расположен дом, зарегистрированный в собственность до 30 октября 2001 года, в том числе если этот дом перешел по наследству уже после 30 октября 2021 года. И четвертое. Жилой или садовый дом, который находится на участке, предназначенном для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Это правило дачной амнистии, согласно которому право собственности на такие дома можно зарегистрировать на основании документов, подтверждающих право на землю и технического плана на дом. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не потребуется. Переходим к теме номер 2. Как изменится выписка из ЕГРН? Рассмотрим основные перемены. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. Ссылка в описании. Итак, долгое время не менялось внутреннее наполнение выписки из ЕГРН. Еще больше не менялась порядок ее получения. По сложившейся традиции, выписку из ЕГРН заказывали и получали те, кого интересовал объект недвижимости и имущественные права на него. В этом видео рассмотрим, как изменится порядок выписки из ЕГРН, кто теперь ее сможет получить и какая информация в нее добавится. Основные изменения. Первое. Начну со старых изменений ФЗ-120. Достаточно давно был принят, но поправки пока не вступили в силу. Многие из вас могли забыть о данном законе, однако он касается важной информации, которая появится в выписках. Уже с января 2023 года выписки из ЕГРН будут содержать информацию о наличии ограничения или обременения установленных в отношении конкретного лица. Речь идет о новом формате ЕГРН, в котором будут содержаться информация обо всех объектах недвижимости, принадлежащих гражданину, имеющих какое-либо обременение ограничения права. Второе. Выписку из ЕГРН будут включать информацию о признании дома аварийным, его сносе, реконструкции, признании жилого помещения непригодным для проживания, отнесении жилого помещения к категории специализированного жилищного фонда. И чтобы получить подобную информацию, приходилось обращаться к муниципальным властям или органам БТИ, что занимало много времени. Третье. В ЕГРН будут носить сведения о наличии лиц на попечение собственника, о детях без родителей и лицах, находящихся под опекой. Но это будут сведения ограниченного пользования, которым будет доступ у собственников, нотариусов, правоохранителей. И четвертое. В рамках защиты персональных данных будет введен запрет на предоставление выписки из ЕГРН. Если собственник недвижимости не даст согласия на публичный характер, то выписку получить не получится. Другими словами, проверить недвижимость без согласия правообладателя не будет представляться возможным. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.